Опа, сейчас переведу. Я еще никогда в жизни не переводил чью-то реакцию с таким удовольствием, если не считать, не брать во внимание Фейбла и еще парочку реакционеров. Поехали. Добрый день и добро пожаловать на канал DDC Reactions. Меня зовут Дарнелл и сегодня я пришел к вам с новой реакцией. Сегодня я буду делать реакцию на нового артиста, которого вы мне предлагали. Похоже, что он очень популярная личность. И мне неприятно говорить, что я ничего о нем не знаю. Его зовут... Я извиняюсь за то, что я не знаю, как произносится его имя. Ну а мы сегодня будем делать реакцию на песню «Грешная страсть». И похоже, что это песня, которую он будет петь. Это будет стопроцентно честная реакция. Я не знаю, на что я подписался. Я не знаю, кто он. Все, что я знаю, так это то, что все просят меня сделать реакцию на него. Поэтому поставьте лайк и напишите комментарий на его канале, и мы вместе послушаем эту песню. Мы будем открытыми к этой песне, и надеюсь, это будет великолепное выступление. Окей, ребята, увидимся по ту сторону. Что бы это ни значило. «Грешная любовь. Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов». О нем я ничего не знаю, но очевидно, что у него большая фанатская база. «Грешная любовь. Прорывается. Желтейна». Окей, он молод. Очень страстный и очень такой дымный голос. Я не знаю, что такое дымный голос. Smoky, smoky voice, он сказал. Рич, баритонный голос, я люблю это. Богатый голос. Баритонный голос. Мне это нравится. Мне это нравится. Поехали. Окей, хорошо. Первое впечатление. Вау. Эм, пока ничего безумного. Просто очень красивый дымный голос. И в последние секунды, как вы уже видели, его голос становился мощнее. Я не знаю, какая у него расовая принадлежность. Но в аудитории я вижу как и азиатов, так и европейцев. И судя по тому, как произнесли его имя... О боже, это и есть мое незнание. Я предполагаю, что он русский? Или... Возможно, Балкан? Я не уверен на все 100%. Но первый куплет пройден. И да, у него очень красивый голос. И в последние секунды мы слышали, как он становился мощнее в плане голоса. Давайте же послушаем, что будет дальше в этой песне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, я думаю, что последний партитет был пройден. Субтитры создавал DimaTorzok Но мы посмотрим. Окей, брат. И ты вернешь меня из песни в этот мир Только ты одна Он действительно рассказывает Аааа Аааа Я могу с этим Дааааа Это дождь Да, это дождь Да, это дождь У меня так Вот у меня было такое лицо, когда я увидел его лицо Откуда это все взялось? Ааа Теперь все стало ясно Окей И знаете что, вообще я ничего не собирался говорить, потому что после первого кублета я такой, окей, у него красивый голос А во втором кублете я был такой, окей, он силен в своем белтинге А потом он поднялся супер высоко, а потом он поднялся на оперную атмосферу И поэтому давайте вернемся назад и послушаем эту часть заново Да Так сильно, так мощно Вот так Вот так Да Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще и раны? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, я не знаю правильных слов, но в первый раз, когда он спел эту часть, я попытаюсь вам показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был нехороший пример. Но я хотел вам показать разницу. В первый раз это был более классический стиль, а во второй раз уже попсовый стиль. И поэтому это очевидно, что он хорошо натренирован. Потому что он знает, как переключаться между стилями безо всяких усилий. И то, что он сделал в конце... Он как бы полетел прямо в стратосферу. И он не только полетел в стратосферу. Он такой, раз уж я здесь, давайте мы немного тут поиграемся. А потом он сделал этот невероятный ран. Он сделал невероятный ран. Мы возвращаемся назад. Давай заново, Димаш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Classical. Поп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Димаш это смог сделать Да еще так высоко На таких высоких нотах Поэтому вот Вообще я прав или нет? Я говорил так, как будто я знаю на все 100% Но это мои предположения всего лишь Поэтому подправьте меня, если я не прав Он заслуживает все эти овации стоя Встаньте на ниге, люди! Вставайте со своих мест! Вы только посмотрите на него! Он отдает эту любовь обратно аудитории, которая дала ему Окей! Итак, это была грешная страсть От Димаша Ёшки матрешки Окей, да Ребята, я вижу, что вы сделали И поэтому да, теперь я обязательно сделаю еще пару реакций на него Потому что его диапазон просто безумен Перед своей следующей реакцией я погуглю его и узнаю Сколько ему лет Сколько лет он уже этим занимается Но какой же это был хороший выбор для реакции Ребята, огромное вам спасибо Поставьте лайк, напишите комментарий И, как всегда Будьте добры к себе Будьте добры к другим И желаю вам хорошего дня Ну, надеюсь, вам реакция понравилась Надеюсь, вам перевод тоже понравился Как вы видите, ваши рекомендации помогают Как и мне с новыми реакционерами Как и вам с переводами реакций новых реакционеров Как много этих слов я использую в последнее время Реакционер, реакции, переводы Тавтология Да Я вам расскажу короткую историю Если вам интересно Если не интересно Всем пока А если интересно, слушаем В 2000 Я даже не помню, в каком году Я учился в 10 классе Я подавал на программу Flex Если вы знаете, что это такое А если нет, то Flex Это программа, где Выбирают школьников из разных стран И их отправляют в Америку на учебу на один год Так вот, в первый раз, когда я подал заявку Там было три тура Первый тур – это грамматика Что было легко Я прошел А второй тур – это был Надо было написать сочинение За 45 минут По-моему, три сочинения надо было написать Там давались определенные вопросы И все нужно было втеснуть Как бы в один листок бумаги А4 По-моему, можно было писать с обеих сторон Вот В первый раз я не прошел этот тур Потому что после того, как я написал сочинение Я помню, что оно было просто ужасным Сочинение, кстати, нужно было писать на английском Потом Весь следующий год я трудился И ходил к учителю Которая учила меня писать сочинение Учила меня писать сочинение И правда, это было на русском Она научила меня писать сочинение И тогда вот именно я узнал, что такое Тавтология И что лучше избегать с тавтологией Если это возможно Вот И научившись писать сочинение на русском Я решил попытать свое счастье во второй раз И пошел на флекс Уже во второй раз В одиннадцатом классе Неудивительно, что я прошел второй тур Написав эссе Три эссе на английском Спасибо этой женщине, которая мне помогла И третьим туром было то, что мы должны были собрать все документы Там очень много документов Это была головная боль Потом мы должны были написать также сочинение семье Которая будет нас принимать в Америке Я это все сделал И дело оставалось за семьей То есть этим семьям в Америке Которые принимают учеников Им давали список И они просто читали эти письма Фотографии они смотрели наши И выбирали, кого они хотят Меня, к сожалению, не выбрали И я в Америку не попал Но зато я побывал в Европе И на том спасибо Вот такая вот мини-история из моего прошлого Если я когда-нибудь в будущем стану популярным Надеюсь, кто-то найдет это видео И напишет эту часть информации обо мне в Википедии Но это всего лишь мечты Но мечтать не вредно Всем большое спасибо за просмотр Увидимся завтра И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok